Ким Марина Евгеньевна – популярная телеведущая, журналистка и актриса. Широкую известность получила, работая над передачами «Вести» и «Доброе утро». Благодаря уму и привлекательной внешности она снискала большую любовь публике, которая ко всем заслугам признает знаменитость еще и иконой стиля. Марина Ким родилась 11 августа 1983 года в городе Санкт-Петербург. Стала вторым ребенком в семье, где отец кореец по национальности был бизнесменом, а мать была русская и трудилась преподавателем в Академии имени Лесговта. Учась в общеобразовательной школе, будущая журналистка посещала занятия хореографии и балета. Когда ей исполнилось 16, Марина решила стать моделью, и она достигла определенных успехов на новом поприще, даже появилась в нескольких клипах. Получив эти статы среднем образовании, поступила в Санкт-Петербургский университет, выбрав для себя престижный факультет международных отношений. Но после второго курса девушка перебралась в столицу. Она перевелась в МГИМО на аналогичный факультет. По окончании вуза Ким становится дипломированным специалистом по исследованию Северной Америки. В своей дипломной работе Марина исследовала факторы экономического роста Америки в период, когда президентом США был Билл Клинтон. Практику она проходила в Совете Федерации, а также в Институте США и Канады. Трудовая деятельность Марины Ким началась в 2004 году. Будучи студенткой пятого курса, она вела программу рынки, которая выходила на деловом канале РБК. Ведущая делала аналитические обзоры азиатских фондовых индексов. Спустя три года в ее трудовой биографии случился настоящий прорыв. Ее пригласили на передачу Вести. Ее мастерство было замечено. Рейтинг ведущей увеличивался, а вместе с ним росли и обязанности. Вскоре молодой ведущей поручили вести 11-часовой и 16-часовой выпуски программы Вести в паре с Александром Голубевым. Очень насыщенным и успешным для Марины оказался 2012 год. Она дебютировала как корреспондент, получив задание самостоятельно готовить серию репортажей для Вести в субботу и Вести в неделю. В этот же период ее пригласили для участия в седьмом сезоне шоу «Танцы со звездами», где ее партнером оказался Александр Литвиненко. Пара завоевала симпатией зрителей и почетное второе место. Участие в этом шоу стало очередной ступенькой в карьеры Марины. Ей предложили стать ведущей развлекательной программы «Большие танцы крупным планом». Следующий год принес Марине Ким новое повышение по службе. Она становится ведущей авторской информационно-аналитической программы «Неделя в городе», в которой рассказывает о свежих событиях в столице. В 2014 году ведущая пришла работать на первый канал в проект «Доброе утро». Как говорит Марина Ким, это осознанное решение. В какой-то момент ей просто расхотелось рассказывать о серьезных событиях, политике и катаклизмах. В своей развлекательной утренней программе ведущая рассказывает о кулинарных хитростях и рецептах опытных хозяек. Поздравляет с юбилеями и премьерами звезд, которые приходят в гости. Дарит хорошее настроение зрителям. В 2015 году Марина Ким была за автором журналиста Сергея Брилева в документальной картине «Пхеньян, Сеул и далее», которая транслировалась на телеканале «Россия». У ведущей имеется и авторский проект о событиях на корейском полуострове под названием «Непарадный Пхеньян». Сделать подобный проект непросто, ведь в Северной Корее, считающейся одной из самых закрытых стран мира, крайне сложно вызвать на откровенный разговор местных жителей и чиновников. Ведущая успела попробовать себя и в качестве актрисы. Ее кинодебют состоялся в картине «Серков», где ее партнером по съемкам стал Алексей Чадов. А еще Марина снялась в главной роли комедийного молодежного фильма «Бишкек, я люблю тебя». Она появилась в образе киргизской девушки, которую обманул ее возлюбленной. Комедия прошла с огромным успехом в кинотеатрах Кыргызстана. С 2015 года Марина Евгеньевна комментирует в прямом эфире Первого канала «Первомайские демонстрации на Красной площади» в паре с Сергеем Бабаевым. А в середине августа 2017 года Марина участвовала в проекте Первого канала, который выпустил серию репортажей из столицы Северной Кореи. Ежедневно в эфире «Доброго утра» Ким появлялась с коротким роликом о жизни корейских граждан, рассказывала россиянам о моде пхеньяна, салонах красоты, любимых растениях корейцев, ресторанах и традиционной кухни. А в 2019 году журналистка поехала в Венесуэлу, чтобы лично пообщаться с местным президентом. Однако мужчина далеко не сразу согласился дать интервью. Тогда Марина решилась на отчаянный шаг. Она решила сама посетить самые опасные районы страны и поехала туда, куда боятся ездить даже полицейские. В съемочную группу охраняли бронированные машины, к ним были приставлены вооруженные охранники. Чтобы поговорить с простыми жителями, девушке пришлось обратиться к местным правоохранительным органам, ведь иностранцам в этом регионе страны вовсе не рады. В этом же году Марина Ким стала заниматься благотворительностью. Вместе с первыми лицами страны она поучаствовала в организации благотворительной акции под названием «Стань первым». Также Марина Ким находит время и для политики. Она является членом партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Занимает должность секретаря Президиума Центрального Совета партии по информационной политике. А 18 июня 2021 года на пресс-конференции Марина Ким сообщила, что ее кандидатура официально выдвинута на должность губернатора Хабаровского края. О личной жизни Марина Ким говорить не любит, но с тех пор, как она начала работать на центральных каналах страны и превратилась в звезду российского телевидения, стало сложно скрываться от назойливых коллег-журналистов. Впервые пристальное внимание личная жизнь Марины Ким получила, когда она участвовала в популярном шоу «Танцы со звездами». Тогда СМИ заговорили о ее романе с Александром Литвиненко. О том периоде телезвезда вспоминает как об отдельной, яркой и незабываемой странице своей жизни. Благодаря Александру Марина почувствовала себя женственной, раскрепощенной, эмоциональной, узнала, насколько приятно бывает простое человеческое общение. Но закончился конкурс и влюбленные поняли, что не подходят друг другу. Затем у Ким завязался роман с неназванным «Восточным принцем». Избранник отличался патологической ревностью. Подруги пугали телеведущую, что она всю жизнь проходит в паранже. И пусть каждая встреча проходила как праздник, свободу журналистка ценила больше. Позднее Марина Ким подтвердила слухи о романтических отношениях с голливудским режиссером Бреттом Реттнером. Пара познакомилась в 2011 году на Карибских островах. В официальной группе телеведущей ВКонтакте поклонники размещали совместные фото и надеялись, что американский кинематографист станет мужем россиянки. Однако Ким заявила, что для этого ей придется переехать в Лос-Анджелес, а она не готова жертвовать карьерой, друзьями и домом. И эти отношения, не выдержав испытания расстоянием, закончились. В 2014 году у телеведущей родилась дочь Брианны, а в начале 2016-го она узнала, что вновь беременна. И 2 июля 2016 года родилась вторая дочь Дарина. Ким не делала рекламу столь значительному событию. Долгое время в аккаунте телеведущей в Инстаграме не публиковались новости о пополнении в семье. А через 3 месяца Марина уже вернулась на работу. В 2020 году знаменитость родила третьего ребенка – сына. Беременность проходила негладко. Незадолго до родов телеведущая зародилась коронавирусной инфекцией. Но, к счастью, это не повредило малышу. Имя отца детей открыто не называется, а все предположения журналистов и поклонников являются лишь слухами. Наряду с поклонниками Ким обрела и недоброжелателей. В соцсетях телеведущая зачастую подвергается резкой критике. И не только за банальные снимки в купальнике. Хейтеры считают, что лицо первого канала подбирает несоответствующие случаю нарядов, на видео ведет себя словно подросток. Осуждают Марину и за то, что она открыто говорит о нежелании превращаться в сумасшедшую мамочку и проводить со своими детьми сутки напролет. Некоторые родительские обязанности знаменитость делегировала нянь, полагая, что с детьми надо общаться качественно. И лучше всего это может сделать человек с подобающей профессией.